Всем привет! Давайте разберём эту песню. Песня в целом не сложная. Наверное, самая сложная – это вот этот проигрыш. Остальное – всё довольно просто. Давайте я вам сразу покажу аккорды, чтобы было понятно. Вот сами аккорды. Вот D5, ну, вот эту синенькую 5, это я обозначил вот этот аккорд D на пятом ладу. А так, ну, все остальные стандартные. Вот B1, ну, я тогда объяснил этот вот один аккорд B1. Вот это всё под синей полоской – это всё вступление. А потом уже вот идут просто аккорды. То есть тут несложно, и припев, соответственно, играется боем. Ещё момент. Сейчас поставлю. Ещё момент, что гитара перестраивается на полтона вниз. Я попробовал на стандартном строе, но на стандартном она не звучит. Даже вот первые аккорды… Ну, в общем, некрасиво. Красиво, если ты и строите. И тогда как-то всё гармонично звучит. И так далее. Итак, давайте самое сложное вступление, потом уже попроще. То есть вот когда… Если бы нашёлся бы учёный и придумал мазь от пидорасов… То-та-та-та-тай-да-тай-да-тай-да… Та-та-та-та-тай-да-тай-да-тай-да… Увы, науке всё равно, а я в одиннадцатом классе… Ну, вот, в общем, так играется. Поехали. Самое сложное вступление. Так, гитару ещё раз мы перестраиваем на полтона вниз. На тюнере каждую струну опускаем на минус десять. То есть берём стандартный тюнер и каждую струну опускаем на минус десять. То есть вот вторая струна должна звучать нота ре диез. Ой, первая струна нота ре диез. Поехали. Зажимаем D на пятом ваду. Это будет… Ну, тут лучше баррэ зажать. Либо вот так, либо вот так. То есть вот баррэ ставим, и либо… Вот именно во вступлении. Либо средним, либо безымянным пальцем. Тут уже разницы нет, что так, что так. Итак. Зажали на первой, второй и третьей струне пятый лад. И на второй струне зажали шестой лад. Играем четвёртую, потом третью, вторую, первую арпеджио, ну, практически вместе. Только мы быстренько проводим. Три, два, один. То есть вот получается дёргаем четвёртую. И быстро играем. Три, два, один. Должно получиться вот так. Теперь к этому аккорду добавляем на пятой струне шестой лад. И играем. Пять, три, два, один. То есть получается вот так. Идём дальше. Ставим Е7. Можно его полностью не зажимать в этом моменте во вступлении. То есть нам достаточно зажать на четвёртой струне второй лад. На третьей струне первый лад. И на второй струне третий лад. Тут да, лучше просто вот так сыграть. То есть мы играем шестую, третью, вторую вместе. И ещё раз третью, вторую вместе. И сразу, вот когда мы дёргаем, да, три, два, один вместе, мы сразу глушим. Получается вот так. И так мы играем два раза. Должно получиться вот так. Давайте всё склеим. Идём дальше. Б-дим вот этот. Не знаю, как он правильно называется. Просто, ну, примерно, б-дим. Это будет на второй струне второй лад. На пятой струне первый лад. Играем. Пять, три, два, один. Теперь идёт А7. Мы зажимаем на четвёртой и второй струне второй лад. На первой струне третий лад. Это вот такой, ну, аналог А7. Играем пятую и первую вместе. Потом два, три, два. Всё вместе получается вот так. Д. Д лучше также зажать, как мы самый первый аккорд зажимали, при помощи баре. Потому что у нас ещё также будет добавляться бас. Итак, поставили Д, да? Это будет баре на втором ладу. И на второй струне третий лад. Также баре на первую, вторую, третью струну. Играем четвёртую. Потом также делаем арпеджио 3, 2, 1. То есть вот этот момент. Потом ещё два раза дёргаем первую струну. И потом играем 2, 3, 2. Получается вот так. Потом играем 4, 3, 2, 1. И к этому аккорду добавляем на пятой струне третий лад. И играем 5, 3, 2, 1. Получается вот так. Давайте всё склеим. Ставим G. В виде баре F на третьем ладу. Это будет баре на третьем ладу. На третьей струне четвёртый лад. На четвёртой и пятой струне пятый лад. Играем перебор. 6, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Да, давайте ещё раз. 6, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2. А потом зажимаем B7. Да, нуля диез 7. Ну и тут играем практически тот же самый перебор. А, как аккорд зажимается. Это баре на первом ладу. На второй и четвёртой струне третий лад. Играем 5, 3, 2, 1, 2, 3, 1. И в конце можно сыграть вместо второй струны пятую. Будет поинтереснее. То есть получается вот так. 5, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 5. И ставим A7. Обычная A7. Это будет на второй и четвёртой струне второй лад. Первая открытая. И просто можно сыграть 5, 3, 2, 1. И начинается куплет. Давайте медленно сыграюсь. Весит проигрыш. И начинается текст. Ставим опять D на пятом ладу. Ну, это баре на пятом ладу. На второй струне шестой лад. И ещё добавляем на первой струне восьмой лад. Играем 4, 3, 2, 1 вместе. Тоже арпеджио. То есть мы дёргаем сначала 4, потом 3, 2, 1, но очень быстро. Вот так. Потом на первой струне седьмой лад. И опять арпеджио. И на первой струне восьмой лад. Так вот. Должно получиться вот так. Давайте быстренько ещё раз. То есть поставим аккорд. На первой струне восьмой лад. Дёргаем вместе 4, 3, 2, 1. Так. Вместе, но как бы быстрым перебором. Потом на первой струне седьмой лад. Опять на первой струне восьмой лад. И опять 4, 3, 2, 1 вместе. А теперь G7. Это будет на шестой струне третий лад. На пятой струне второй лад. И на первой струне первый лад. Играем вместе 6, 3, 2, 1. То есть получается вот так. Ну, тоже, да. Как бы играем вместе 6, 3, 2, 1. Но тоже арпеджио вот так проводим. Теперь ставим C. Но C без второй струны. На пятой струне третий лад. На четвёртой струне второй лад. И играем перебор как бы во вступлении. Это будет 5, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Итак, C мы играем два раза. То есть вот 5, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2. И ещё раз. Вот всё вместе получается вот так. Если бы нашёлся был учёный и придумал Майс от пидораса. Опять теперь D. То же самое. Также G7. А C играем один раз. А потом вот C сыграли один раз. Да? Вот такой полноценный перебор. Теперь ставим B, D, как во вступлении. Играем 5, 3, 2, 1. Ставим А7. И на первой струне третий лад. И играем 5, 3, 2, 1. То есть получается вот так. А что взять, допустим, пидораса И его обмазать лентой мазью? И начинается припев. Убы на луке всё равно. А я в одиннадцатом классе. Весёлый дождь звучит бахно. Как из-за звонка пидораса. Так вот, начинается припев. Ставим DM. И играем шестёрку вниз. А, DM как ставится. На первой струне первый лад. На второй струне третий лад. И на третьей струне второй лад. Играем шестёрку очень быстро. Вниз, вниз, вверх. Вверх, вниз, вверх. Должен вот так получиться. То есть вниз, вниз, вверх. Вверх, вниз, вверх. Вот, в таком темпе. И у нас ещё периодически басы. Вот в DM и AM добавляется дополнительный бас. Вот смотрите, мы играем просто, да? Шестёрку. Вот так это будет выглядеть. А после третьего удара мы добавляем бас вот в DM на четвёртой струне третий лад. То есть получается вот так. Даже вот на... Да, на третий удар. То есть получается вот вниз, вниз, вверх. Уже добавляем на четвёртой струне третий лад. И доиграем бой. Вверх, вниз, вверх. То есть вот... У-вы. Потом Е идёт. Вот Е7 там можно также обыграть. То есть мы ставим стандартный Е. Играем вниз, вниз. А вверх уже добавляем на второй струне третий лад. То есть получается вот так. У-вы, науки всё равно. И ставим АМ. В АМе тоже так же можно обыграть. То есть мы играем АМ вниз, вниз. Добавляем на пятой струне третий лад. Играем вверх, вверх, вниз, вверх. АМ играем два раза. Потом опять ДМ. Е7. И также АМ. Потом ДМ. Ж7. Просто играем. С просто играем. ДМ. Опять Е7. И опять АМ. Ну и опять далее. Ну то есть... А это вот, если бы нашелся бы ученый, тоже по одному разу получается. ДМ. Дж. Ц. АМ. ДМ. Е7. И АМ. То есть АМ играется везде два раза. Да? Да? Во второй строчке, когда в одиннадцатом классе, тоже два раза. Да, вот АМ два раза играется. Вот когда тоже пидорасе, тоже два раза. Потом, если бы, вот в этот момент только один раз играется АМ. Ну и опять вступление. В целом, все песни. Всем спасибо. Пишите, что еще буду брать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok